Добро пожаловать на просмотр видео, я наленился и решил снова заняться делами, а не на провинции 24 на 7 сидеть. Вообще ближе к новому году я проведу стрим, где расскажу много нового. Кстати о новостях, у меня их три и все хорошие. Первое, нас уже больше 22 тысяч на канале, что не может не радовать. Боже, еще бы монетизацию вернуть. Второе, Russian Saved теперь официально бесплатная игра, ссылка в описании. Ну а третьей новости посвящен видос. Разработчик в своей группе опубликовал 7 новых скриншотов с разработки обновления для Мотр Депот. Не буду занимать ваше время, а сразу перейду к первому из скринов. Авроры. Ранее одну из них уже показывали, но по каким-то причинам скрин удалили. На этот раз их две, отличаются типом дверей, боковыми окнами и зеркалами. По факту отличий больше, подробнее надо смотреть в игре. ПАС с новой возможностью, а именно с установкой дополнительной автоматической двери сзади. Ранее там была только механическая. Новый польский микроавтобус с интересным названием Nyssa 522 пополнит и разнообразит автопарк импортных авто в Мотр Депот, что порадует многих игроков. Чешская авиа получит новую конфигурацию кузова. Ранее нам показывали чешку с отдельной будкой. Сейчас же мы видим почти единую капсулу со сдвижной дверью. Долгожданная Волга, если точнее ГАЗ-21. Еще больше советского люкса в наши гаражи. Думаю многие из вас ждали этот автомобиль в игре. И собственно говоря дождались. Расширение работ для МАЗов. К конфигурациям 500 МАЗа добавится борт тент. В свою очередь более новый МАЗ получит возможность установки топливной цистерны. Ну и наверное самая долгожданная конфигурация для данной модели МАЗа это самосвал. Данное нововведение оценят все МАЗисты. Ну и последние 7 скриншотов. Новые прицепы. Два муковоза и мавоковоз. Стоит отметить что мука это вообще новый вид груза в МОТОР ДЕПОТ. У губ прицепа конечно смотрится просто бомбезно. Ну а на этом все. Вы узнали всю новую информацию о долгожданном обновлении МОТОР ДЕПОТ. Напомню что дата выхода этого обновления все так же неизвестна. Встретимся в следующем видео или на стриме.